Обзор профессионального станка для заточки Sharp One Knife SBM51. На мой взгляд, это один из самых лучших станков с водным охлаждением. Почему? Давайте объясню. Начну с неосновного. Это длина штанги. Здесь длина штанги на 10 см длиннее, чем стандартная длина. Это позволяет затачивать более длинные ножи. То есть, например, мачета можно на нем заточить. У станков тормек длина штанги вот настолько меньше, примерно. Регулировка по высоте здесь тоже больше, чем у станков тормек у шведских. Но это особой роли не играет. Просто так оно устроено. Перехожу к основным преимуществам. В комплекте идет держатель. Он уже идет в комплекте, его не надо дополнительно покупать. Тормековский держатель стоит 4500, либо 4200. На данный момент. Могу ошибаться. Далее. Полировальный диск. На нем можно либо заполировать лежащую кромку до зеркального состояния, либо просто убрать заусенец. Полировальный диск вечный. Говорю это по опыту. Купили и пользуетесь. Вам хватит намного-намного лет. Этого диска убирает заусенец мгновенно. И основное преимущество данного станка это его камень. Камень вращается в ванночке. Сюда наливается вода. Тут стоит внизу крышечка. Можно эту воду сливать. Вынимаешь. Она сливается. Там какой-нибудь тазик подставить. Камень. В чем фишка данного камня? В его стоимости. Камень для станка тормек стоит 12000 рублей на данный момент. Ну, так как у нас курс постоянно пляшет. Останки шведские. Завтра он может 120 тысяч стоить. Этот камень стоит до 1000 рублей. Рублей то ли 700, то ли 900 рублей. Почему это является преимуществом? Сейчас кто-то скажет. Ну, да, шведский. Там это качество. Это Европа. Берите шведский. Я сказал в начале ролика, что это лучший станок для бизнеса. То есть для вас, как для предпринимателей, важна себестоимость заточки одного ножа. А теперь сами подумайте. Когда у вас стачивается камень, и вам надо покупать новый за 12 косарей, ну, вам будет просто жалко это делать. Вы подумаете, блин, ну, 12000, а лучше там, я не знаю. За 12000 можно в Лондон слетать и обратно на выходные, например. Если билеты дешевые найти. Ну, это будет просто очень жалко брать за 12 косарей камень. Даже если вы затачиваете ножи по 350 рублей, как мы. Ну, прям жабы душат. Такой камень до 1000 рублей стоит. Его даже можно будет не выравнивать. Можно будет просто купить новый, поставить. А тормиковские камни, если вы знаете, есть специальные правила для тормиковских камней. Эти камни тоже можно править таким правилом. Сюда устанавливается такое квадратненькое приспособление с алмазным жалом и туда-сюда ходит и выравнивает его. Потому что в процессе работы любой такой камешек, он будет немножко остановиться под эллипс, будет гулять, края поточится в нем немного, и краешки заваливаются вот таких камней. Это всегда у всех камней. Тормиковские камни поэтому выравнивают. Такой камень можно выбросить, поставить новый. Вот это, наверное, основные преимущества. Кто еще смотрел предыдущий мой обзор по работе на этом станке, я забыл установить ножки. Без ножек здесь вообще нет ни малейшей вибрации. Ну и лампочка. Покажу сейчас, как режут мои домашние ножи. Ножи сразу скажу дешевые. Супер дешевые. Проверка качества заточки ножей на станке Sharp One Knife SBM51. Берем 80-домовую офисную бумагу. Рубит. Берем другой ножичек. Вот так и должны резать остро заточенные ножи. Обратите внимание, в предыдущем ролике сразу скажу, я забыл установить ножки у станка. С ножками вообще нет никакой вибрации при заточке. Вот этим ножичком я уже затачивал карандаш. Надеюсь, что видно. Я видел в интернете один видеоролик, где мастер, ну вернее не мастер, а рекламщик, показывает заточку ножа на ленточном станке. Я смотрю и просто офигеваю. Я-то знаю, что там огромнейший заусенец появляется. Вот он берет 200-граммовую офисную фотобумагу. Это несложно понять, офисная плотная бумага, она прям как картон. В общем, берет такую плотнейшую бумагу, 200- или 300-граммовую, и показывает, как вот так вот ведет. Мол, смотрите, режет. Я-то знаю, что там огромные заусенец. Я считаю, что такая демонстрация это просто обман зрителя. Должно резать, прям рубить. Такое качество реза достигается на данном станке благодаря полировке. А вернее, удалению заусенца и полировке. Вот на этом диске. Этот диск, он высокооборотистый, и он моментально убирает заусенец на ноже. Заусенец на ноже надо убирать обязательно в процессе работы этим ножом. Будь это даже повар, там, раздевочную доску, заусенец не уйдет. А даже если уйдет, я думаю, никому не будет приятно, там, кушать еду с металлической стружкой. Поэтому заусенец убирать обязательно. И клиенты это знают. Когда клиенты проверяют нож и увидят там заусенец, и он деньги не заплатит за этот нож. Ну или больше к вам не вернутся. Этим, я думаю, данный станок лучше, чем любой другой станок с водным охлаждением. Благодаря качественной полировке и благодаря цене расходных материалов. Такой диск стоит до 1000 рублей. Такой диск стоит, ну, по-моему, 1500, если я не ошибаюсь. Или 1600. Это, наверное, в 20 раз. Меньше, чем вот этот заточной диск для станка тормяк. То есть на тормяке, например, вы приобретете, и вы не сможете точить инструменты. Ну, например, если у вас какой-то небольшой город, и нельзя там дорогую цену, там, по 500 рублей за ножек поставить. То за 100 рублей, например, точить ножом будет просто невыгодно. Вот такой вот обзор. Всем спасибо за внимание. Всем пока подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Дальше будет еще больше интересных и полезных роликов. Вот такая вот режущая кромочка получается при заточке на данном станке. Абсолютно ровная, острая, под маленьким углом, то есть сделанная, широкая режущая кромка. Всем пока.